Друзья, всем привет! И я решила вспомнить CorelDRAW. Почему вспомнить? Я более трех лет работала в этой программе. Рисовала эскизы, делала принты и так далее. Но здесь есть некоторое такое разногласие, потому что я работала практически пять лет назад. Соответственно, некоторые моменты я забыла. И программа обновилась в новой версии. Я себе поставила пока пробную версию. Вот видите, она показывает, что это демо-версия. Соответственно, скачать ее можно с официального сайта Corel. Но у меня не получилось скачать из России. Мне пришлось через VPN войти, и уже тогда она у меня скачалась. Соответственно, 14 дней она у меня будет работать, и я смогу освоить все основные функции. CorelDRAW не объявляли свой уход с российского рынка. И в связи с этим у меня есть мысль, что они вполне могут даже увеличить свое присутствие. Если они увеличат свое присутствие, то эту программу надо тоже знать. Так что будем вспоминать и обновлять. Она отличается от Adobe Illustrator. Я себе дала такой зарок, что для того, чтобы ее вспомнить, я нарисую 10 эскизов. От самого простого, то, что я буду рисовать прямо сейчас, я попробую нарисовать футболку, вспомню где и что, а потом уже текстуры, фактуры, принты, все туда добавим, полупрозрачности, вспомню все, где находится, и уже потом можно будет дальше работать. То есть 10 эскизов нарисую, и память как бы вернется в себя. Интерфейс у программы отличается от моих любимых продуктов Adobe, хотя Adobe вот пока еще там вроде как уходит, не уходит. У тех, у кого есть кабинет, и все работает, только платить надо теперь там с заднего крыльца, через знакомых, друзей, там какие-то карты из других стран, для того, чтобы можно было оплатить. Новая регистрация пока не проходит, но опять же, если вы зайдете через VPN, зарегистрируетесь, скажете, что вы там, например, живете в Турции, у вас все будет работать. Поэтому, но для компании это может не подойти, пойдем на Corel. В общем-то, вот, Corel, поехали. Начнем с создания документа. Если просто почитать, ну, интерфейс немножко другой, да, но, в принципе, можно освоить. Так, А4, разрешение, ориентация, количество страниц, сразу цветовой режим RGB. Так, окей. Сейчас у меня создастся, вот он мой листик, что отличается в CorelDRAW сразу от иллюстратора. Во-первых, приближение и удаление. Это скролл на мышке колесика. Это приближение и удаление. Выделение объектов. Если в иллюстраторе вам надо просто немножечко задеть объект, и он у вас автоматически выделится, то в CorelDRAW нужно этот объект поместить полностью вот в эту рамочку выделения, тогда он выделяется. Ну, и еще много здесь всяких разных приколов, которые есть. Ну, вот сейчас буду рисовать эскиз и буду вам озвучивать. Эти видео не планируются прям как обучалки, да? Я сама вспоминаю. Возможно, я буду где-то тупить. Возможно, я буду что-то где-то искать, потому что я их не помню. Но как бы такой момент. Начнем с того, что подстроим рабочее пространство под... Так, касание это для тех, у кого экран с сенсорным управлением. А я хочу вот под иллюстрацию. Сразу, смотрите, сейчас перестроятся инструменты. Вот они перестроились. Так мне комфортнее. Кстати, здесь есть такая штучка. Она называется Adobe Illustrator. Но, признаться честно, я не приемлю вот этого вида, потому что оно вроде как иллюстратор, но при этом оно совсем не иллюстратор. И давайте уже, ну как бы, перешли мы с вами на другое, как бы, программное обеспечение. Вот и будем в другом программном обеспечении жить. И сразу по интерфейсу будем понимать, что мы в другом месте, а не будем делать вид, что мы там как-то вот где-то остались. Так, по рисунку. Давайте сразу файл открыть. Сейчас я открою картинку, а, соответственно, мой шаблон. У Adobe Illustrator, в отличие от CorelDRAW, есть такая фенечка, что он, в общем-то, очень дружественный к форматам AI. То есть, когда иллюстратор смотрит на формат Corel, CRD, он говорит, что этого вообще файла не существует, он его открыть не может. А CorelDRAW говорит, что все существует, и, в принципе, AI-шные файлы он прекрасно открывает. Вот давайте попробуем как раз это сделать. Сейчас протестируем. Ну, по крайней мере, на моей памяти все открывалось всегда. Так, это то, что мы с вами рисуем в... Вот, шаблон, технический рисунок. Открываем формат AI. Как открывать? Открой, пожалуйста, мне его в кривых. Вот, смотрите, все открылось. Так, вот они у меня, смотрите, слои. И, страница, направляющие. И вот о чем я говорила. Смотрите, когда я зацепляю, у меня цепляется какая-то одна вот штучечка. Да? А чтобы мне все вместе выделить, вот у меня только то, что попало. Потому что если в иллюстраторе, то я тогда цепляю просто, и все выбирается. А здесь нужно, чтобы данный объект полностью туда у меня вошел. Так, давайте-ка по слоям посмотрим. Например, это она мне показывает страницу, а это слой. Сейчас я вспомню, как блокировать. Так, во-первых, правой кнопочкой мыши тоже вот она у нас, группа. А вот она у нас, блокировочка. Смотрите. Да, вот со слоями я ее сейчас не очень помню. Сейчас мы это освоим. Так, по рисунку. Рисунку, вот я заблокировала. Значит, большая клавиша Space должна нас переключать на руку. Рука будет двигать, соответственно. Вот. Так. То есть скроллим и рукой перемещаем изображение. Здесь у нас рисунок есть две штуки. Есть перо, а есть кровообие. Ну, в принципе, вот, если честно, я даже не знаю, насколько они будут отличаться друг от друга. Давайте попробуем нарисовать. Там уж посмотрим. Так, рисуем футболку базовую, женскую. Сейчас вот вспомнить все, что я узнала. Так, теперь нам нужна коррекция угла. Так, это мы просто перемещаем. Давайте посмотрим. Так, это что у нас такое? Вот, у нас добавилась креулечка. Хорошо. Так, здесь сразу есть креулечки. Сейчас еще приблизим. Давайте смотреть. Хорошо. Так, 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 так. Сбросили руку, руку, руку. Неудобно, нужно отсюда хватать. Так, половинка. Добром. Рисуем дальше. Рукав. Эл. Попала я туда, да? Так, так, что у нас теперь? У нас теперь спиночка. Спиночка. Сейчас пока рисую просто, потом буду смотреть, как всякие обрезания и разрезания, видимо, на следующем уже эскизе. Дайте время освоиться. Давно не работала в программе. Ну, то есть, как бы, как видите, во-первых, она тоже векторная похожа, во-вторых, все-таки какая-то память у меня присутствует. Но так вот прям с налету не все помню, честно. Вот так. Да? Зачем? Так, а почему-то у меня не соединилось. В Короле есть такой момент, что если объект у нас не замкнутый, он не будет светом заливаться. А, то есть, в иллюстраторе вы любую загогулечку можете начинать заливать светом, а в Короле этого не будет. А вот. Так что, ой, как мартышка, очки себя чувствую, ей-богу. Смотрю в книгу, вижу фигу. Где тут у тебя эта прелесть? Расскажи мне, пожалуйста. Нет, я хочу, чтобы вот эта штучка у меня была выгнутая. Вот, нет, не так. Вот так. Почему-то работает именно туда. Да. А что я не так делаю? Объект, замкнутый кусочек. Да? Вот теперь можно посмотреть, как я тоже маюсь с программами. То есть, ну, то, что я обычно показываю, рассказываю, там всегда тихо, спокойно и как бы как сделать, да? А вот момент освоения тоже вот он вот такой, да? То есть, тоже я не царь бога Майкл Джексон, не все помню. Ну, сейчас вспомним, что делать. Так. Так, теперь еще раз выбираем перышко. Эй, нельзя попадать в точку. Ну, понятно. Ну-ка. Что так? Это что такое? О, так. Ну, хорошо. Хорошо. Так, а если мне тебя нужно удалить, то... Надо нажать «Делэйт», наверное. О, кнопочка «Делэйт» убирает. Хорошо. Так. Красота, страшная символа, честное слово. Угу, угу, угу. Смотрите, сразу пунктиры, окончания, наконечнички тут у нас. А вот это зеркальное отражение, оно здесь. Так, удаляем. Надо приспособиться еще, я привыкла через клавиши, а тут не работает. Так, вот такая история. Сзади нам тоже надо нарисовать перышком. То есть, если вы попадаете в точку прям объекта, то оно себя вот так вот мерзко ведет. Как это неудобно. Так, надо почитать будет по этому поводу. Но мне так не нравится. Надо как-то это править. Так. Вообще, я смотрела, что Coral Draw достаточно сильно распространен в Германии. И он используется у них в автомобилестроении. Уж не знаю, почему именно Coral Draw, почему они именно это обозначают. Но вот, вот так. Так что. Вот уж не могу вам сказать, почему именно к этой программе у них слабость. Но они очень давно существуют на рынке. Они появились практически параллельно Adobe Illustrator. И одно время группы Adobe были доступны только для Macintosh. Macintosh, а Coral был доступен, соответственно, для Windows. Ну, одно время. Потом сейчас, конечно, и то, и то можно. Вот. И там, и там ставить. Хотя, по-моему, у Coral немножко хуже дружба с Macintosh. С Apple, в смысле. Так. Смотрите, здесь кривые. Они вот отображаются, да? Какая кривая. Вот они прям все. Даже по внешнему виду. Так. Блин, работала же три года в ней, а? Вот такая вот прям беспамятство. Давайте попробуем все это вместе выбрать и залить белым цветом. О, хорошо. Залилось. Так. Ну, то есть уже не все потеряно. Я уже что-то помню. Красота. Так. Выбираем все вместе. А особенность, которая у нас здесь есть для копирования. Если в иллюстраторе нам нужно зажимать клавиши, то здесь тоже shift работает. Видите, я сейчас shift зажала, она параллельно сдвигает. А если зажать две клавиши на мышке и потом отпустить, то происходит копирование. То есть вы смещаете, две клавиши копируете, ну, нажимаете, происходит вот такой вот копировок. Так, пока я помню только вот этот момент. Вот сейчас мы его реализуем. По-моему, немножечко криво, да. Вот так. И попарно теперь совместим. Так. Порядок. На задний план. Shift, page down. Эй. Эй-эй-эй. Так, shift, page down. Нет. Page down, page down. Чего ты-то прям настолько низко, да? Ага. Ага. Так, а давай мы тебя вот сюда поместим тогда. Ну, хорошо. Вот так. То есть, смотрите, парами, да. Так. Пока немножко не культяпа. Ну, что, сейчас привыкну. Так. Во. Футболка. Угу. Хорошо. Так. По-моему, там что-то у нас с точками. Да-да-да. Вот именно с этими. Сейчас мы их будем корректировать. И вот сразу понятно, да, насколько отличается человек, который давно работает в программе, и насколько отличается человек, вот, ну, как я сейчас, который вот вспоминает. Потому что, когда я показываю вам в иллюстраторе, да, я даже некоторые моменты забываю озвучивать, потому что я их делаю уже настолько на автомате, что они у меня не вызывают, ну, никакого внутреннего вот вопроса. А в данном случае я действительно вспоминаю, я ищу, где какой инструмент находится, как бы, как он функционирует здесь. То есть, я помню, что он есть, но, как бы, они в других местах, они по-другому выглядят, они с других кнопок работают. Ну, и, естественно, сразу работа, смотрите, насколько дольше. То есть, я бы эту футболку уже пять раз отрисовала, уже бы ей там цвета, принты и все остальное бы приляпала. А нет, здесь это получается дольше. Ну, это нормально абсолютно. Я сейчас не виню себя за то, что я делаю что-то долго. Я помню, что здесь вот, например, с пунктирами намного проще. И когда мы переходили на иллюстратор, тогда, ну, мы в компании работали сначала в Корле, потом переходили на иллюстратор, и мы долго копали, где есть пунктиры. Я вот, ну, копала их, найти не могла. Но это было несколько лет назад, тогда особо не было такого большого количества изучений, ну, обучений, вот, не было такого курса, как он. Ну, что ж ты не скопируешься-то никак? Так, а, ну да, я же забыла, не ту клавишу нажимаю. Вот. Так. Ну, и, соответственно, как-то оно было все подольше. Так. Все-таки симметрия, симметрия. В принципе, у меня какие-то от рисунка эскизов выработаны. Вот, поэтому не хотелось бы от них отказываться. Вот тут такая вот история. Так. С шифтом. Ага. Так, ага, пипеточка. Пипеточка у нас тут второго сработает, но не хочет. Так. Это надо посмотреть. Не помню, как делать перенятие свойств объекта. Вот, не помню. Так. Буду... Я как сделаю? Я... Те вопросы, которые сейчас появятся, я их запишу на листочек, и в следующем эскизе буду отрабатывать. Вот сейчас прям пунктиком себе запишу. Во-первых, это первое перенятие свойств объекта. Перенятие свойств объекта. Это скругление углов. Скругление углов. Вот. Вот эти моменты я не помню. Где тут я поищу, потом озвучу. Так. Ну, то есть как, я зайду в хелпдеск, я зайду везде, посмотрю, как это рисуется. Ну и, соответственно, сделаю. Вот так. Это без Е у нас кривая. Так. Угу. Знаете, не могу сообразить. Да, вроде одинаковые. И вот здесь у меня тоже должна быть штучка. Рисунок в другой программе не повод халтурить. Поэтому уж простите. Все буду искать. Все буду. А. Нет. Криво, криво, криво. О. Красота. Так. А вот, кстати, отличие без Е от пера. Перо продолжается, а без Е прерывается. Так, по-моему, другой пунктик был. Да, вот этот. Так, ну что, можно меня поздравить с моим первым эскизом за последние пять лет в CorelDRAW. Сейчас еще тени нарисуем и вспомним день и прозрачность. Так. И на этом я считаю, что прям, ну, победа. Правда, очень давно интересовала. Ой, так сложно. Сейчас побери. Вспомни себя студентом называется. Я периодически осваиваю кое-что, но очень давно не учила графические редакторы. Видимо, надо освежать этот момент. Вот так. И давайте здесь тоже вот так. Вот так. Как я всегда делаю в иллюстраторе, да, черная заливка, полупрозрачная. Вот сейчас вспомню. Узей это постараюсь, по крайней мере, вспомнить. Так, это у нас цвет контура. Правильно? Правильно. Так, 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 так. Значит, смотрим. Вот у нас здесь заливочка. Обязательно должны быть замкнутые объекты. Заливка. А это что? Это не то. Не прозрачность. Где же ты где? Прозрачность. Ставлю себе птичку о том, что про прозрачность отдельно посмотреть. И на следующем эскизе отработать. Видимо, рисовать что-то полупрозрачное, потому что я вообще не помню, как это настраивается. Вот вообще. Класс. Так. Однородная прозрачность. Так. А вот настроечка. Ага. Вот она. Вот, вот, вот. Просто их видите здесь? Ох, молодец я, да? Здесь много всего. Так, а это зачем? Это куда я попала? Классно я попала. Экран приветствия. Безымянный. Это еще создался документ. А я бы этого не хотела. Уберите мне, пожалуйста, это. Угу. Что куда у меня отлетело? Что? Вот так. Хорошо. Так. Цвет контура. У каждого объекта заданы два параметра цвета. Интеллектуальная заливка. Цветовая пипетка. Так, а где же у нас тут контур-то определяется? Он же тоже где-то. Во. Контура нет. И здесь контура нет. Так. Так. Но все-таки с непрозрачностью у меня есть еще вопросы. Непрозрачность. Угу. 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 Эть. Не понял. Слетело что-то. Эээ, да. Так. Непрозрачность. Возвращаемся к нашим баранам. А, вот, в другую сторону. То есть, чем выше ползунок по прозрачности, тем... Все, понял. Вспомнила. Эхе-хе. Называется это дело. Угу. Во. Ну, в принципе, да. Так, давайте мы теперь с вами возьмем этот эскиз. Так, этот можно разгруппировать. Нет. Давайте-ка мы заблокируем. Сейчас все вместе выберем. Вот, смотрите. Нужно обязательно все вместе выбрать. Правой кнопочкой мыши. Группа. А, вот. И теперь мы эти две группки разгруппируем. Все вместе выберем. Ну. Не хочешь? Во. Во. Во, отлично. Таки, да. И вот сюда сейчас... Две зажатые кнопочки мыши. Две зажатые кнопочки мыши. Ну, аллилуйя. Так. Режим изоляции у нас тут отсутствует. Отменить группировку. Что еще мне посмотреть? Перезаливка цветом. Перезаливка цветом. И режим изоляции. Режим изоляции. Какая будет неспешная работа? Из болота тащить бегемота. Так. Ну, допустим. А если я хотела бы выбрать какой-нибудь авторский цвет, то обязательно нужно попасть в контур. Так. Вспомнила. Ой-ой-ой. Нет. Нет-нет-нет. Это ты градиент не нарисовала. Мне нужен не градиент. Мне нужна вот эта штучка. Так. Мне нужно авторский цвет. Вот сюда. Пожалуйста. Так. Это мы сгруппируем. А эту разгруппируем. Разгруппируем. Так. И Вот. Это надо будет изучить внимательно. О, вот тут. Это цвет контура. А это вот цвет заливки. Ну, красота. Так. А к группе у нас это применяется? Сейчас посмотрим. Так. Группа. Несколько заливок. А покажи, какие цвета. Ну, прекрасно. Так. А это ко всему сразу она мне шарахнет, да? Без теней. Ну, тоже способ перезаливки. Серый-зеленый спектр. Палитра ЦМИК. Какие еще? Вот RGB. По умолчанию я в RGB работаю. Смотрите, насколько ярче, сочнее цвета стали. А здесь я хочу совсем авторский цвет сделать. Можно? Цветовые палитры. Программа. Просмотр. Вот. Все можно, да. Вот он, где находится. Добро. Все. Так. Ctrl-0 тут не работает. Соответственно, должно как-то по-другому вот центровать. А, это просмотр. Это просмотр. Поместить всю страницу. Горячей клавиши нет, но функция есть. Ну что? Я молодец. Я считаю, что первый раз за 5 лет я вполне справилась и даже вспомнила моменты. Все, что вопросы у меня есть, я записала. Я их посмотрю перед следующим видео. Соответственно, и буду уже эскиз рисовать с применением тех вопросов, которые у меня есть. Я потом это все постараюсь скомпоновать в удобный мини-курс и вам все это представить. А сейчас вот вы можете понаслаждаться, постоять у меня за плечом, как я, как слепой щенок, как мартышка и очки осваиваю CorelDRAW. Ну, забыла я его. Ну, все освоим, все сделаем. На это все. Футболочка. Пишите мне свои вопросы по поводу CorelDRAW, иллюстратора, фотошопа и всего остального. Все рассказываю, все показываю. Ну, и если еще какие-то программы вас интересуют, тоже пишите. Мне кажется, сейчас самое классное время учиться, смотреть, вообще все новое осваивать, потому что все меняется и нужно быть на коне. А, сохранить. Файл. Сохранить. Сохранить как? О. Так, я буду сохранить сразу к себе на диск. У меня вот здесь есть CorelDRAW. Сейчас мы создадим папку. Будет она называться у меня... Ну, что ты так тупишь, да? Потрясовка. Вот. И в эту папку мы положим эскиз номер 1. Эскиз 1. Футболка. Отлично. Формат CorelDRAW. Смотрите, можно сразу сохранить в формате иллюстратор, или можно сохранить в универсальной IPS-ке. Где она? И, и, и. Чуть я не вижу. Вот. Ну, вот PDF-ка. CorelDRAW. Я сохраняю в родном CorelDRAW формате. Строить сетевое. Так, да, да, да. Сохраняю. Все. Добро. На этом все. Жду ваши вопросы, комментарии, пожелания. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.